Субтитры создавал DimaTorzok Собралось человек 30 ученых-аристократов. Сэр А.Ф. рассказывает мне, во всеуслышании даже похвалялся о своем фатальном даре убивать людей на расстоянии одной недоброй мыслью. Он назвал в присутствии ученых-профессоров-психистов, несколько хорошо известных в лондонской обществе лиц, которых он, по своему сожалению, умертвил нечаянно только потому, что, рассердясь, пожелал им нехорошего. В трех различных случаях приятели-скептики делали с ним опыты и убедились в его силе. Одна молодая, здоровая, очень красивая дама лучшего общества, которую он тут же и назвал, желая помешать ему быть выбранным в парламент, стала клеветать на него. Узнал об этом, он воскликнул в ярости. Женщина, обладающая таким ядовитым языком, достойна смерти. По собранным справкам, она в тот же день заболела, а через месяц умерла. Да это чистое колдовство, черная магия по-нашему, воскликнул я в негодовании. Это ужасно. Извините, учтиво, перебил меня сидевший возле меня кембриджский профессор-психист. Мы не верим Европе в колдовство, тем менее в магию. Если это было так, как сэра рассказывает, а у нас записано много таких случаев, то мы называем такое действие на расстоянии зловредным психическим током, действующим наподобие месмерических токов. Разучившись в Индии великосветским манером, я чуть было не расохотался почтенному профессору в лицо. Дело не в названии, а в неоспоримой тождественности изучаемых нами явлений. Все эти случаи воздействия духа на тело через сознание, чувство и волю, несомненно удостоверяют в той истине, что в человеке есть душа, как самостоятельная духовная сущность, которая, как мы видели из переданных фактов о влиянии духа на тело, не только не зависит от тела, но даже сама может действовать на него. Влияние различных состояний духа на болезненные процессы в теле. Различные состояния духа сильно влияют на тело. Объясним это примерами. «Несколько лет тому назад, — говорит Скей, — когда я был менее опытен в распознавании истерических страданий, мне пришлось вместе с Стэнли пользовать одну молодую девушку девятнадцати лет, страдавшую весьма болезненным поражением коленного сустава. Мой собрат и я приписывали болезнь воспаления и прибегали к обычным средствам, употребляемым так часто наугад во всех мучительных страданиях суставов. Несколько недель прошло без улучшения, и я помню, что мы с беспокойством рассуждали о вероятном исходе к нагноению с разрушением связок, всасыванием хрящей и, наконец, ампутации конечности. Однажды моя больная заявила мне, что ее сестра выходит замуж, и что она решилась, во что бы то ни стало присутствовать на свадьбе. Я ужаснулся при этом заявлении. Несмотря на всю силу моих слов, я совершенно напрасно старался объяснить больной последствия столь безрассудного поступка. На случай я решился сделать сустав неподвижным наложением гипсовой повязки. На другой день я посетил больную, и она сказала мне, что во время свадебного обряда оставалась на ногах, присутствовала за завтраком и вернулась домой, не чувствуя ни малейшей боли, ни малейшего недомогания в суставе. Через неделю она совершенно выздоровела. Кому не доводилось слышать рассказы об истории одной дамы, страдавшей клевритической боли и прописанного ей рецепта? Врач, вручая ей рецепт, заявил, приложите это к боку. Больная, вместо того, чтобы позаботиться о пластыре, приложила самый рецепт. Но несмотря на недоразумения, она и от этого почувствовала значительное облегчение. Эпилепсия Свитцер рассказывает об одной молодой девушке крепкого здоровья, страдавшей в течение четырех лет в сильной степени падучей болезнью. Припадки повторялись три или четыре раза на неделю, продолжались каждый раз по нескольку часов и оставляли больную в состоянии отупения. Тщетно было испробовано множество лекарств. Болезнь считалась неизлечимой, как вдруг однажды больная узнала, что ее сестра живой сгорела. Нравственное потрясение, причиненное этим ужасным случаем, всецело положило конец ее страданию. Коклюш Испуг Народное средство против этой болезни Случалось, что клали больного ребенка в мельничный ящик, стараясь испугать его видом и шумом необычного помещения. Приводят в случае излечения коклюша одним назначением телесного наказания. Истерические контрактуры Нет врача, который бы не знал истерической контрактуры пальцев. У некоторых молодых женщин пальцы так сильно согнуты в ладони, что нет никакой возможности разогнуть их. Все обычные фармацевтические средства могут быть бесполезны и спробованы против этой болезни, даже когда настоящая природа известна, и когда ее не смешивают ни с воспалением сухожилий или сухожильных влагалищ, ни с органической мозговой болезнью. А между тем ее можно излечить в несколько минут действием воображения, вызывая внезапную волну надежды или уверенности, которая преодолевает тоническую судорогу и возвращает пальцем их подвижность. Доктор Б. Трант знал женщин, рука которой в течение 38 лет была сжата столь же крепко, как у какого-нибудь боксера, чтобы ее рожать требовалось значительное усилие. И вот эта самая рука открывается по приказанию мадемуазель Сент-Амур. Неизвестно, пришла ли она впоследствии в свое прежнее состояние, но по крайней мере в течение первых трех дней она оставалась гибкой и могла служить подобно здоровой паралич. Один интеллигентный знакомый нам моряк несколько лет тому назад был заброшен с несколькими товарищами на один из Крозетских островов, совершенно необитаемых в Южном море. Ему пришлось там много вынести. С некоторыми из моих товарищей, говорит он, случилась странная болезнь, они были точно искалечены. Некоторые садились и клали голову на колени. Они не чувствовали боли, пока их не трогали, или пока они сами не пробовали пошевелить своими членами. Наконец неожиданно показался корабль. Были зажжены большие костры и поданы сигналы о гибели. Больные, продолжает рассказчик, наполовину выздоровели при виде прекрасного судна. Некоторые поползли на четвереньках собирать все, что можно было сжечь, чтобы поддержать огонь. Надо полагать, что в этом случае больные были поражены скорбутом. Теперь мы займемся случаями, где паралич был вполне выражен. Доктор Бушут сообщает, что в 1849 году к нему привели молодую девушку, Луизу Парген, онемевшую и получившую паралич всех членов вследствие сильного испуга. В течение двух месяцев врачи напрасно старались улучшить ее положение, а отец повез ее в Париж, считая это последним средством. Девушка, наслышавшаяся о одних нелепостях о большом городе, о его знаменитых врачах, о его госпитале, хотель Дио, приехала туда убежденная, что выздоровеет. Мне показали ее в самый вечер ее приезда, она была нема и в параличе. Недовольный тем, что подобного рода больная помещена в госпиталь, я не сделал никакого назначения. На другое утро она была в том же состоянии, я все еще не принимался лечить ее и в этот день. В продолжении дня она стала говорить, на другой день стала двигать ногами, а на третий уже ходила по залам, совершенно здоровая. Ее уверенность выручила ее. Известен факт, приписываемый сэру Хампре-Дове. Извлечение паралича в этом случае зависело от чувства, надежды и ожидания. Он поместил термометр под язык больного, просто чтобы измерить температуру. Так как в эту минуту больной почувствовал некоторое облегчение, то эту процедуру продолжали в течение двух недель. И тогда прекратили ее, потому что больному стало лучше. А этот факт интересен тем, что термометр был приложен не к больному месту. Стало быть, местное возбуждение было ни при чем в лечении, а внимание было скорее отвлечено от пораженного члена, чем направлено на него. Запор. Рассказывается пример влияния воображения во время сна на деятельность кишок. Дочь гонаверского консула, 18 лет, должна была на другой день принять слабительный ревень, которому чувствовала особое отвращение. Ей приснилось, что она уже приняла ненавистное лекарство. Под влиянием этого воображаемого ревень она проснулась и совершенно свободно испражнялась раз в пять или шесть к ряду. Тот же результат произошел в случае, рассказанном Диман Джоном. Один монах должен был принять слабительный на другой день. Он увидел во сне, что уже принял лекарство. И вследствие этого проснулся, побуждаемый естественными позовами. У него было после того восемь обильных испражнений. Астма. Вот что рассказывает доктор Мур. Один офицер индийской армии не вставал с постели вследствие удушья и мог дышать только выпрямившись. Отряд Магратов сделал нападение на лагерь. Из страха верной смерти больной встал с изумительной быстротою, сел на коня и с большим успехом дрался шпагой, хотя накануне едва имел силу вынуть оружие из ножен. Бородавки. Влияние воображения на бородавки кажется совсем невероятным. А между тем это действительно любопытная страница из истории подобного влияния, употребленного в качестве исцеляющего деятеля. Бородавки так легко распознать, что не может быть ошибки относительно их присутствия или исчезновения. В некоторых случаях, известных лично нам самим, исчезновение их так тесно совпадало с применением физического лечения, что мы не решаемся приписать его исключительно этому лечению. В одном из этих случаев дело идет об одном нашем родственнике, имевшем на руке чрезвычайно докучливую бородавку, против которой нами были употреблены безуспешно все обыкновенные местные средства. Мы уже отказались что-либо сделать, и бородавка оставалась несколько времени в одном и том же положении, как вдруг какой-то чародей в несколько дней вывел ее. Один хирург рассказывал нам, что у его дочери было несколько лет тому назад сдюжено бородавок на руках. Они у нее были уже полтора года, и отец ее тщетно лечил их прижигающими другими средствами. А однажды приходит какой-то господин, и, подавая руку молодой девушке, замечает, что вся рука ее обезображена. Он спрашивает ее, сколько у нее бородавок. Она отвечает, что, наверное, не знает, но думает, что их должно быть дюжина. «Сосчитайте их», — сказал он. Затем он берет клочок бумаги, торжественно записывает найденное ее вещество и прибавляет, «После воскресенья у вас не будет никаких бородавок». Факт же то, что в назначенный день бородавки окончательно исчезли. Во время посещения нами одной провинциальной больницы несколько лет тому назад наше внимание обратили на себя больные и больничные служители, покрытые бородавками. Мы торжественным голосом сказали этим субъектам, что в такое-то время они будут от бородавок избавлены. Мы уж совсем забыли этот инцидент. А вдруг, несколько месяцев спустя, снова посетив эту самую больницу, мы нашли, что употребленный нами прием возымел полное действие и что нас там считали истинными благодетелями. Вот почему прав Карпентер, говоря, что излечение бородавок колдовством самого грубого свойства входит в разряд действительных фактов, какое бы объяснение этому ни давали. Скорбут. Не одни только нервные болезни поддаются влиянию воображения или ожидания. Болезни крови точно так же его воспринимают. Часто упоминалось, что во время осады Бреды в 1625 году Скорбут был извлечен единственным этим способом. В то самое время, как город по необходимости уже готов был сдаться на капитуляцию, принц Аранский велел сказать больным, что они скоро выздоровеют и что он им доставит лекарства, неминуемо помогающие от Скорбута. Каждый врач получил три маленькие скляночки и лекарства. Его было едва достаточно для извлечения двух больных. Тогда объявили, что довольно трех или четырех капель, чтобы сообщить целой бочке воды о его целебное свойство. «Вот мы и принялись», — говорит рассказчик, «раздавать нашу чудотворную жидкость. Сами начальствующие не были посвящены в секрет обмана, придуманного для солдат. Все стекались к нам, всякий просил свою долю. На всех лицах снова появилась радость. Доверие к превосходным свойствам лекарства было полнейшее. Действие этой иллюзии было поистине изумительно. Многие исцелились быстро и окончательно. Иной уже с месяц не мог пошевелить ногами. Теперь его стали встречать на улицах, идущего бодро и, по-видимому, совершенно здорово. Все прославляли исцеление средством принца. Многие, уверявшие, что их болезнь только ухудшалась от средств, употребляемых ранее, выздоровели в несколько дней. Они были от этого в неописанной радости. И удивление было всеобщее, ибо довольно было только один раз дать больным, довольно было даже только снести к ним то, что мы назвали лекарством нашего всемилостивейшего принца. Доктор Ван Дер Мэй, присутствовавший при осаде, удостоверяет, что до этой счастливой попытки положение было совершенно отчаянное. Мысль об этом ужасном положении сделалась источником множества бедствий. В результате появились воспаления, водяные, самые разнообразные болезни, причинявшие большую смертность. Вышеизложенные результаты показывают, что, как мы уже сказали, действие воображения не ограничивается одной нервной системой. Джон Хантер того же мнения. Он говорит, что вполне естественно ожидать от воображения хороших действий, как и в нервных болезнях, так и в тех, где нарушены функции органов, а не конституция их. Но что между тем, есть и другие болезни, мало имеющие связи с нервной системой, на которые все-таки состояние духа сильно влияют. подагра, посмотрите на подагрика, говорит Аберкомби. Он не может пошевелиться без боли, но потрясите его нервную систему, сказав ему, что в доме пожар, и вы увидите, как он побежит с быстротой зажигальщико-фонарей в фактах этого рода совершенно безразличны, произойдет ли испуг от реальной или от воображаемой причины. В обоих случаях замечательно то, хотя это и общеизвестно, что очень живая мысль, очень сильное впечатление влияет, вливает новую бодрость в нервную систему и в мускулы. Страх, который у лица здорово может произвести чрезвычайное сокращение мускула в конвульсии. У бессильного же подагрика, наоборот, придает энергии его членам и делает его способным бежать от опасности. Однако мы не можем выставить этого как доказательство излечения подагры. Причина, препятствовавшая движение, временно устранена, но болезнь остается. Тем не менее, во втором из фактов, которые мы сейчас приведем, по-видимому, произошло и настоящее из лечения. Капитан одного военного английского корабля, говорит доктор Раш, давно уже был пригвожден в своей каюте сильными припадками подагры в ногах. Он внезапно выздоровел, услышав крики, что корабль горит. Мы заимствуем этот факт у лица бывшего ему очевидцем. В медицинских сочинениях встречается множество подобных фактов. В другом месте я приведу один из них, в котором исцеление вследствие испуга было полное, и организм навсегда избавился от болезни. Вот этот второй факт, рассказанный доктору Рашу и его братом, джадж Рашем. Петр Фетер, больной, о котором идет речь, еще жив. Это один отец семейства из Ридинга, ему 73 года, это человек крепкого сложения. Первый его припадок подагры случился приблизительно в 1773 году. С тех пор, вплоть до 1785 года, с ним бывал припадок подагры регулярно, каждую весну. На ногах, руках и локтях у него были большие опухоли. Припадки продолжались долго и были очень мучительны. В особенности, последний припадок в 1885 году был так серьезен, что больной боялся, что не вынесет его, как вдруг один случай исцелил его. Он лежал в маленькой комнате, выходившей позади дома на двор. Один из его сыновей, поворачивая повозку, так сильно ударил дышлом в окно, около которого старик лежал на своей постели, что и рамы, и стекла окна разлетелись в дребезги. Больной был так перепуган шумом и сильным сотрясением, что немедленно соскочил с постели, забыв, что обыкновенно нуждался в костылях. И с живостью спросил, что такое случилось. Жена его прибежала в комнату на шум и немало была удивлена, видя, что он стоит на ногах и громко кричит на виновника всей этой кутерьмы. С этой минуты он совершенно избавился от своей подагры. С ним не случалось больше ни малейшего припадка. Теперь он пользуется хорошим здоровьем, имеет отличный аппетит и говорит, что никогда не чувствовал себя более крепким. Я знаю, что зубная боль, мигрень, коклюш и другие болезни часто проходят от внезапного испуга и потом опять возвращаются. Но совсем другое дело, когда субъект истощенный подагрой внезапно становится бодрым. Когда в организме в одно мгновение, так сказать, совершается полнейшая и окончательная перемена. Когда болезнь самая застарелая, самая неизлечимая, радикально уничтожается. Нельзя не согласиться, что этот факт один из самых невероятных. Если бы не овощный, больной, убогий старик умер от испуга, никто бы не удивился. Но что он совершенно выздоровел, что он точно обновился, это факт необычайный, неоспоримая очевидность заставляет меня верить ему. Но я совершенно не способен его объяснить. Водянка. Можно сказать, что страх и самое деятельное из наших психических средств. Действуя на всю совокупность жизненных сил, он возбуждает кровообращение и облегчает поглощение жидкостей. Известен случай, рассказанное о Бернете, касающейся бедной женщины, вполне излечившейся вследствие испуга, причиненного ей собакой. Посредством выздоровления были в этом случае почки. Доктор Джонсон, о котором говорит сэр Джон Хаукинс, был таким образом освобожден от 10 литров жидкости. Предполагает, что страх смерти, а равно, конечно, и воздержание, которому он себя подверг, способствовали его излечению. Вот факт, рассказанный доктором Джон Пенниктоном из Эдинбурга. Один матрос, страдавший брюшной водянкой, упал с высоты мачты в море. Погода была тихая. Его вытащили здравым и невредимым. Но, говоря словами этого матроса, который рассказывал мне свою историю, он был ни жив, ни мертв от испуга. И когда его вытащили из моря, то он испустил более 4 литров мочи. Доктор Пенниктон прибавляет, седативное действие испуга несомненно было причиной выздоровления. Доктор Раш рассказывает о молодой женщине 19 лет, которая ради излечения от брюшной водянки безуспешно испробовала все обыкновенные средства. Она обратилась к доктору, который немедленно предложил ей сделать прокол брюшной полости. Она отказалась. Но страх, возбужденный в ней неожиданным предложением этой операции, был так велик, что она стала обильно мочиться и в несколько дней избавилась от своей болезни. Тот же автор рассказывает об одной даме из Филадельфии, страдавшей водянкой, которая была страшно перепугана, когда ей сказали, что прокол необходим. «Я увидал ее через два дня», говорит Раш. Она сияла от радости и сказала мне, что надеется выздороветь и без прокола, потому что на другой день, после того, как мы ей объявили, что она должна решиться на операцию, она выделила два литра воды. А в предыдущие дни она выделяла ее только пол-литра в сутки. Перемежающаяся лихорадка Можно бы написать целую главу единственное о разных волшебных чарах, считающихся действительными против лихорадки. В былое время употребляли средства, состоявшие в том, что носили на шее таинственное слово «Абракадабра», написанное особенным образом. Известно, что Феррариусу превосходно удавалось излечивать лихорадки, внушая уверенность больным. В один только год он вылечил 50 человек, просто-напросто, давая им полосу бумаги, на которой писал слово «Противолихорадочное». Он приписывал больным отрезать от нее по букве в день. Один испанский поручик выздоровел, дойдя до шестой буквы. Джон Хантер говорит «Волшебные фары излечивали лихорадки, когда употреблялись с глубоким убеждением, что это наилучшее средство от них. Я склонен думать, что и паутина, принятая против лихорадки, точно так же и может вылечить ее. В один случай я употребил это средство, не предупредив о том больного, и оно не имело никакого действия. Но когда больного убедили, что он принял паутину, то действие произошло, или по крайней мере болезнь боли не возвращалась. Опьянение К средствам против опьянения доктор Раш причисляет страх. В подтверждение этого он приводит историю о одних молодых коммерсантов, которые в состоянии опьянения сели в лодку на реке Джемс и были унесены внезапной прибылью воды после обильных дождей. Течением их отнесло за несколько миль. Они подверглись большой опасности и, вероятно, были в немалом страхе. Когда они достигли берега, где были спасены, то все уже отрезвились. В качестве средства Раш приводит еще возбуждение припадка гнева и сообщает со слов доктора Ветерспрона. История одного шотландца, которого всегда можно было отрезвить, возбудив в нем гнев. Способом же раздражить его было не порицать его наклонность к пьянству, но начать при нем дурно отзываться о религии. Пьяница может быть вылечена своего порока ассоциацией идей. Каждый раз при употреблении алкоголя один индивидуум чувствовал болезненный припадок ревматизма. На самом деле влажность производила припадок. Но у индивидуума становилось нечто вроде ассоциации между его болезнью и теми напитками, которые он употреблял. И с этого времени он почувствовал отвращение к алкоголю. И каждый раз, как только он думал о вине, его воображение рисовало ему те боли в суставах, которые он испытывал. Его отвращение таким образом было более автоматическое неже разумное. Доктор Раш указывает нам, что Моисей основывался на том же принципе нашего душевного строя, когда заставлял пить израильтян противную горькую жидкость растворенного золотого тельца. Ассоциируя идею напитка с грехом идолопоклонства, он заставлял их ненавидеть пьянство. Еще большим доказательством того влияния, которое состояние сознания имеет на обыкновенные действия опьяняющих напитков, служит то обстоятельство, что когда внимание или чувства поглощены чем-нибудь интересным, то индивидуум может выпить большее количество вина, не почувствовав расстройство чувствительности или движения, что произошло бы в другом случае. Водобоязнь Несомненно, что воля может реагировать против болезни, независимо от влияния воображения или концентрации внимания. Некогда перед Королевской медицинской академией в Париже доктор Бартолеми выразил убеждение, что симптомы водобоязни у человека вообще зависит от воображения и впечатлительности больного. Он представил как доказательство то, что случилось с ним самим. Он вложил в пасть бешеной собаке палец и вытащил его оттуда покрытым пенисой слюною. Когда он вытирался, то заметил маленькую ссадину и прижег ее слегка. Но спустя десять дней он почувствовал в горле чувство сжимания, которое его встревожило. Затруднение при глотании дошло до того, что он не мог ничего пить. А самый вид воды причинял ему судороги. Но он сделал энергичные усилия воли, симптомы постепенно уменьшались и по прошествии недели он выздоровел. Случай жизни электризатора Андрюс Гроз замечательным образом указывает влияние воли на угрожающую болезнь. Гроз был жестоко укушен кошкой в тот же день умершей от водобоязни. Он сначала мало обратил внимания на это обстоятельство, которое нисколько не расстроило его воображение или нервной системы. Но три месяца спустя после этого случая он почувствовал однажды утром сильную боль в руке и в то же время сильную жажду. Он спросил стакан воды. В ту минуту, говорит он, как я хотел поднести стакан к своим губам, я почувствовал сильную судорогу в горле. Моим сознанием немедленно завладело страшное убеждение в том, что со мной делается водобоязнь вследствие укушения кошки. Страх, который я испытывал в продолжении часа, невозможно описать. Идея столь ужасной смерть от водобоязни была для меня почти невыносима. Мучения самого ада не могли превосходить того, как я страдал. Я чувствовал боль, которая начиналась в руке, доходила до локтя и наконец плеча, угрожая распространиться еще далее. Я осознавал, что всякая человеческая помощь была бесполезна, что я должен был умереть. Наконец я стал обдумывать мое положение. Я говорил себе, что могу умереть и не умереть. И что если мне придется умереть, то я лишь подвергнусь тому, чему подвергались еще и другие, и подвергнутся еще многие. И что следовательно мне нужно презирать это, как подобает мужчине. С другой же стороны, если была какая-либо надежда сохранить жизнь, то единственным шансом являлось лишь укрепление в своих рассуждениях презирать боль и делать энергические усилия над своим духом. И так, понимая, что мне необходимо как интеллектуальное, так и физическое упражнение, я взял свое ружье и отправился на охоту, несмотря на страшную боль в руке. Я не выстрелил, не встречал дичи. Но я ходил целых полдня, упражняясь каждым шагом, который я делал, усилия мощного духа против болезни. По возвращении домой мне стало на самом деле лучше. За обедом я мог есть и пить воду, как обыкновенно. На другое утро боль прошла вплоть до локтя. На следующий день она исчезла до кисти руки, а на третий день я совершенно от нее избавился. Я рассказал о случившемся доктору Кинг-Лаки, который на это ответил мне, что по его убеждению у меня несомненно был припадок водобоязни, который мог сделать роковым, если бы я энергично не реагировал на него мощным усилием моего духа. холера. Чтобы показать влияние воли на болезнь, кстати, будет, как нам кажется, привести здесь рассказ одного замечательного человека Эдварда Ирвина о холере, приключившейся с ним самим. Нужно заметить, что в своих проповедях он поддерживал такое мнение, что болезнь есть грех, и что верующий должен избежать ее. Во время эпидемии холеры в 1832 году с ним сделался опасный припадок этой болезни. В чем не сомневались и доктора, с которыми он советовался. Он стал здоровым в обыкновенное время. Во время завтрака он почувствовал озноб и сильные боли. Его вид поразил его друзей. Появилась рвота, и он корчился от боли. Он был так слаб, что не мог сидеть и должен был лежать в постели с завернутым в одеяло. Один врач нам передает, что судя по тому, что ему известно, у Ирвина была сильная диарея, и что состояние его характеризовалось в особенности очень опасным коллапсом. Он выпил немного алкоголя и араруту, но не чувствовал себя лучше. Со впалыми глазами, бледными щеками и с видом привидения он отправился, покачиваясь в храм, находившийся за четверть мили, и нашел другого пастора, который служил за него. Он покушался уйти, но владел собой, велел позвать церковного сторожа, которого послал сказать своему коллеге, что он хочет через минуту занять свое место. В ожидании он растянулся на трех стульях перед топившейся печкой в резнице. Всякий раз, как я шевелился, говорит он, я сильно страдал и был почти вынужден поднимать ноги, чтобы укротить боль. Тем не менее, когда я встал, чтобы идти на кафедру и готов был подняться на ступени, мне казалось, что боль проходит. Зрение у него помрачилось, голова кружилась, он с трудом дышал.